Смотри, что тебя притащил! Пацаны, давайте раскроем этого старичка. Кстати, мы еще будем играть на таком вот маленьком телике. На самом деле, офигеет, если он реально запустится. Я должен это запечатлеть. Так, давай нажмем вместе. Раз, два, три! Йоу, ребят, всем привет! С вами Джамбо Макс, и в этом видео мы будем с вами запускать Xbox 360, который мы не запускали 8 лет. Вы, наверное, думаете, а что такого запустить Xbox 360 после 8 лет? Суть в том, что он был сломан, и у него было три кольца смерти. Я дал его моему другу Илюхе, и он с ним что-то сделал, и вроде как он должен запуститься. Короче, давайте подождем Илюху и посмотрим, запустится ли Xbox 360 с тремя кольцами смерти после 8 лет. Илюха должен вот-вот подойти. Давайте, может, он уже идет. Йоу, мэн! Хе-хе-хе! Смотри, что тебя притащил! Е-бой! Бой! What's up, мэн! Парни, смотрите, это, короче, тот самый Xbox 360, у которого была ошибка E73. Конечно, коробка не от него. Смотрите, она даже в пыли целый год валялась. Я не знаю, где она валялась, где он ее спрятал. На чердаке. Но прикол в том, что она работает после 3-х колец смерти. Опять же, мы в этом не уверены, поскольку ни геймпадов, ни кабелей у нас ничего не было. Не было вообще, абсолютно ничего. Не было кабеля, ничего не было. То есть проверить мы ее не могли. Единственное, что сигнализировало о ее, скажем так, работоспособности, это наличие зеленого огонька вместо 3-х колец. Я это гарантирую. Он расскажет, короче, в конце видео, как он ее все-таки починил. Поэтому пойдемте в дом и посмотрим, работает ли она. Пацаны, давайте раскроем этого старичка. Честно говоря, уже год его вообще не трогал. Целый год. Ты смотри на... Ё, смотрите, какой он грязный. Честно говоря, я думал, что его вообще никак не воскресили. Спасибо, но включил. Ну, потому что 3 кольца смерти, они все-таки жесткие. Кстати говоря, когда я его разбирал, он был чистый. То есть, ну, в натуре, то есть там не было пыли, ничего. Я вообще офигел. Кстати, смотрите, здесь еще есть такая вот приблуда. Огромная, огромная приблуда. Это как типа трансформатора напряжения получается, да? Кстати, этот Xbox мы вообще брали с рук где-то в 2007 году у какого-то паренька. И в этом боксе была кое-какая проблема. Он был прошитый, поэтому мы его и взяли. Но на нем был очень странный привод, который якобы тянуло к конкретной прошивке. Но конкретная прошивка не могла тянуть игры какого-то региона. И то есть, когда мы покупали пиратские диски, нам всегда надо было проверять, пойдет ли игра на нашу консоль или нет. Там, по-моему, есть PAL, NCHTL и что-то такое. Да, у Xbox 360 был блок на, так скажем, регионы. И некоторые пиратские диски с других регионов, якобы скачанных, они не работали. Поэтому нам надо было проверять. Нам повезло, что в магазине, в одном из первых магазинов, в котором мы покупали игры на Xbox 360, был чувак, который прошарен был в этой теме. У него была какая-то специальная программа, и он каждый диск нам проверял. То есть, если бы мы этого чувака не прошли, мы бы очень грустили, поскольку мы покупали диск, он не шел. И когда мы приходим в магазин, нам говорят, ну, типа, это ваша беда, типа. Короче, парни, если не хотите заморачиваться, тупо купите Хуан и поставьте туда обратно совестимые диски и играйте. Блин, на самом деле, такие ностальгические чувства. Блин, а вы посмотрите. Смотри, ну, капец, какую весишься. Какой грязный. Это, это просто, пацаны, ужас. С Москвы привез жесткий диск, на нем находится мой самый первый профиль, по-моему, с 40 тысячами джибли. Просто я, короче, фигарил ночь напролет без онлайна, без онлайна. Против говоря, Макс сказал, если я удалю, мне... Да, это раритетный, на самом деле, это мой самый первый профиль. Короче, с Москвы еще взял вот такие вот игры, они все пиратские. Не кидайтесь бананами. Все стоили по 300 рублей на то время. Вот это вообще в подарок было. Гирза вторая. Я, кстати, не уверен, что она пойдет. Я не знаю, почему, потому что у меня... Ну, напала версия. Ну, знаешь, вот тоже пал, и она работает. Ну, это же в комплекте шло, да? Да. Но в другом. Короче, игры, на самом деле, бифига. Вот, взял геймпады. Они, посмотрите, какие убитые. Тут уже стики, тут подгрызные. Кстати, помню, когда Макс мне их вообще первый раз в жизни показал, когда я увидел избокса. Я охерел. Потому что он очень удобный. То есть, по сравнению с тем, что у меня бывало, а бывало у меня немало всяких таких вот, ну, дешманских, там, китайских геймпадов МПК, я тут просто бомбую. Вот в свое время я думал, что идеала вообще больше нет, кроме этого. До пользования Xbox One на этот реальный геймпад кажется, ну, нереально. Кстати, да, вот сейчас вот ты его держишь в руках, типа, ну, как бы, ну, как китайская игрушка какая-то. Ну, это мое личное мнение, не знаю. Но я бы все равно на нем играл до сих пор. То есть, в принципе, неплохая штука. Короче, парни, давайте его просто подключим и проверим, работает ли этот старичок. Вот, смотрите, какие геймпады. Блок питания и геймпады. Да. Кстати говоря, гирзу вторую вообще не играл. Ну, и бурак, такой пропустил. Я знаю. Кстати, мы еще будем играть вот на таком вот маленьком телике. Типа на стоге. Потому что у нас авокабель, и подключать его на большом, ну, в принципе, не имеет смысл на самом деле. Ну, да, но, кстати говоря, этот Xbox тоже может попробовать через HDMI, ну, как вариант. Но это уже потом, но все по классике. Кстати, на этом телике, ну, по-моему, на этом, или примерно, даже еще меньше. Меньше, меньше. Я помню, как мы с Максом играли в Shutter Dimension на маленьком телике. Просто выглядывались в экран, и я просто офигевал от графики, что такое вообще возможно. Потому что на тот момент, кстати говоря, все игры, которые выпускались на ПК, они выглядели в раз сто хуже. То есть, и графика, и геймплей, все было просто вот как из задницы. Я просто мечтал об этой коробке на самом деле. Я на самом деле офигею, если он реально запустится, и реально все с ним будет хорошо. Потому что ошибка E-Sims 3, это, по-моему, фатальная ошибка на Xbox. Но она решаема. Стала решаема на тот момент, поскольку мы отвозили всяким специалистам, в Хабаровске еще был, жил он на тот момент в Хабаровске. Всяким специалистам мы отвозили этот Xbox 360, и они лишь разводили руками и говорили, что мы ничем помочь не могли. Так, один из главных кобелей. Кстати, он немножко вмят. Такое ощущение. Ну, кстати, присоединяется. Короче, парни, мы, по сути, все подключили. У нас все уже настроено. Все, кстати, блок питания подает жизнь. Вот, подключили все к розеткам, все вставлено. Момент истинный. Сейчас будет торжественный момент, поскольку, ну... Кстати, он пипец как шумит. Просто нереально. Я не знаю, почему. Он чистый. Это норма, это норма. У меня, кстати, Xbox 360 тоже... Давайте сначала включим телик. Достоверимся, что он работает. Кстати, у тебя уже сразу включен этот видеорежим? Нет, 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 сейчас постепенно, сейчас. Мы Xbox поставили не той стороной. Момент. Момент. Давай жесткий еще присоединим. Это очень волнительно, поскольку, ну, прикиньте, это, грубо говоря, смертник-смертник. Он тупо восстал из мертвых, серьезно. Что-то я, по-моему, его не вставил, мне кажется. Вот, миштяк. Я должен это запечатлеть. Так, давай нажмем вместе. Раз, два, три. Да! Как он нажмел? Эм, почему? Эм, чего? Какое обновление, алё? Нет, не обновить. Сейчас, ребят, мы присоединим геймпады. Пацаны, вы не поверите, это вот серьезно, у него горели три кольца смерти. И, в принципе, поэтому я купил элит-версию, вот как раз черную. Потому что смысл мне было бы покупать на то время второй Xbox 360 и вообще. Кстати, слушай, Джосип поймал. Да? Да, всё, давай не обновляйся. Тут, кстати, должен быть доисторический дашбор. Посмотрите! Это, это эксклюзив. Это, на самом деле, смотри, это вообще. Я не знаю, почему он такой вот. Может, я что-то нажал? Может быть, да. Типа, сама проблема в телевизоре. Хотя, нет. Без цвета отображается. Значит, проблема в самом антибоксе, скорее всего. Странно, что он, конечно, черно-белый, но... Слушайте! Это, по-моему, знаете, один из первых дашбортов, по-моему, он второй или третий. Ну, вообще древний. Давай, слушай, давай за это запустим телевизор. Давай. Вот прям по классике запускай, ну-ка. Слушай, мне интересно... Первый прям? Первый, первый. Мне интересно запуститься, выйдет ли вообще... Слушай, у меня дисковод хуже на элитке, как его, вытаскивается, чем на аркадке сломанной. Кстати, здесь всё нормально открывалось, я помню. Момент истины. На нём стоит доисторическая прошивка. Доисторическая. Ну, знаешь, сам факт того, что он уже работает, несмотря на то, что он черно-белый какой-то... Это всё равно клёво. Кстати, может быть проблема в кабеле. Не обязательно проблема в самой консоли. Мы ещё попробуем через... Стой! А, слушай... А, он не запустится. Я не знаю почему, но он не хочет запускать игру и хочет обновиться. Давай попробуем тогда обновить. Ну, а что делать? Кстати, вопрос, как он обновится, если он, не знаю, типа через диск? А, кстати, была такая проблема, когда вы покупали пиратский диск, на некоторых играх почему-то не стояло обновление. И когда не стоит обновление, якобы оно не докачано. То получалось так, что он то обновление скидывал, и у вас не запускалась ни одна игра с новой прошивкой. Я не знаю, что это, но пофиг. Слушай, давай попробуем обновить. По-моему, он обновился чисто для себя, без каких-либо, не знаю, изменений. Пробуем запустить. Да, давай. В принципе, должно работать. Ну, если бы эта игра, если заработает, это уже ништяк. Вообще клёво. Да ну! Вы, вот просто не представляете, 8 лет он где-то лежал на чердаке, не подавал жизни, грубо говоря. Вот тупо он был выброшен и никому не нужен, потому что он был сломан. Слушай, дай я проверю. Погодите, парни, сейчас, прежде чем мы запустим, я вам покажу тот профиль, на котором очень много G. 7 профилей. 7 профилей. Ну, там, короче, был Батин, Илюхин, Мой. Сейчас, сейчас сделаем. Так, я не знаю, как выходить. По-моему, Y. Я не забыл. Ты хочешь прям, типа, самого Горда. Показать, сколько игр вообще есть. Мой Xbox, вход. Сорян, что мы не записываем геймплей с дашборда, ну, потому что, сами понимаете, в каких условиях. Батин. Да, это, короче, Батин. 5G, Илюхин. Джамбо. Так. Это старый, наверное. Типа ты его. Во, 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 вот этот профиль. Максим 41. Максим 41 тысяча. Это, я не выбивательный ачивок. Короче, у меня тупо были игры, я тупо играл. До сих пор помню, и вот это его ау. Отвечаю. Это одна из самых популярнейших ау, по-моему, была на то время. Да, и типа, я помню, прям вот, это, не знаю, какой год был. 2008 год, наверное. Примерно, да. И вот я до сих пор запомнил эту сраную ау. 166 игр у меня было. Достижение 2000. Ну-ка. На этом, на этом профиле я, видимо, поиграл в FIFA 13, самую последнюю. Motion Station, Kinect. А у тебя на этом был Kinect? Или ты жёсткий диск вставлял? Нет, ты жёсткий диск вставлял в новый. Да, 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 да. Всё, я понял. Кстати, странно, что он не показывает аватара. Это, возможно, тоже из-за прошивки. Игры, они были, грубо говоря, это профиль был старого владельца, я просто его переименовал. Он там играл в несколько игр. И уже пошло от Halo, наверное. Да, от Halo. Вот Asterix я тоже привёз. Турок, да, это уже пошли те игры, которые мы, кстати говоря, помню в своё время. Вот, игры были реально годные. То есть, вот, если посмотреть список игр, которые сейчас, ну, которые играл Макс в своё время, просто невероятно. То есть, даже банальный Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3 выходил на Xbox 360? Да, да, да. Gears of War 3. Всякие там кризисы. И такие вот игры, типа Asterix, Abelix, которые там, мы с ним поиграем в них. Да. Чё, пробуем? Да, вон, запустим гирю. Кстати, блин, вот по этой фигне, если кто не знал, чуваки ловили тех, кто сливал какую-то инфу о новых прошивках Xbox 360. Якобы тут у каждого вот эти вот штуки, вот эти волны, они были, так скажем, эксклюзивны для каждого, по-моему, для каждой консоли. И типа, за счёт размера вот этих волн, они ловили чуваков, которые что-то сливали и что-то делали. Типа, они выкладывают какой-то видос, например, нового дашборда. И как поймёшь, кто слил? Практически невозможно. А вот по этим полосам, они якобы высчитывали размер каждого этого и ловили айпишники, и банили консоль. Это для тех, кто не знал такую маленькую историю. Так, ну чё, запускаем, короче, гирю. Фигарим. Фигарим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, Asterix просто не запустился Gears of War не читал диск Да, не читал Clone War, Star Wars не запустился Не запустился Крукупанда тоже не подходит регион А Asterix, он спустился, ну тут заглючил, короче Да, а еще Бросок Кобры Да, диск не выслуживается Поскольку якобы другой регион Вы на видосе будете видеть это Вот, запустился Call of Duty Dragonfire 4 Очень классно Gears of War Gears of War Тоже запустился Naruto Кстати говоря, они вообще без каких-либо проблем Все четко Вот Короче, так или иначе Мы хоть во что-то, но поиграли Кстати, некоторые диски не запустились Либо потому что старая прошивка Либо с диском что-то не так Либо не подходит регион Ну, скорее с прошивкой проблем Потому что, ну, дэшборд на натуре Не-не, просто если Смотри, если с прошивкой То он требует обновления Если он, короче Просто не читает диск Это проблема уже в диске Что я, как бы Блин, сколько уже лет там Ну да, и этим диском И самому взлоку Скоперского пилета Да Че, какой итог можем подвести? Как тебе? Играя на 360-м? Ну, я уже играл на 360-м Но не играл спустя столько времени На самом деле Уже давным-давно Не держал в руках геймпад От Xbox 360 Тем более Настолько древняя консоль То есть Это Xbox Arcade Наверное, самый-самый Первый ревизий Да, одни для самых Потому что мы купили его Ну, так скажем Не прям на раннем этапе Но в любом случае Вы видели, что он привезен с Америки Или с Китая Я не знаю Короче, он с другого региона Был привезен И на нем стоял Чуть ли не один из первых Вот этих приводов Который Прошивался Только на конкретную прошивку Мы вот этот привод Не могли прошить На более Какую-то лучшую прошивку Из-за того, что мы говорили Типа У вас такой привод Он прошивается только так И мы из-за этого Теряли очень много игр Они тупо не шли Нет, я просто помню тот момент Когда у тебя Мы ведь на элите вы играли Да, уже? На элите Он тянул абсолютно Да Там была Фрибут Прошивка И просто можно было запихать Любую фрибут Нет, нет, нет Не фрибут Мы пытались потом На каком-то советском Делать фрибут Но нам впаяли Какой-то чип И у нас тупо Вылетала игра И нам говорили Типа Слушай Типа Ну если не нравится Сделайте обратно Ну кстати говоря Фрибут Это и есть чип То есть там На плате Да, да, да Ну в связи с том Что он очень плохо работал То ли он спаял его Не так Да, скорее всего Потому что кстати говоря Сейчас это все делается Без проблем Но это дорого То есть Как бы Сами думайте Есть ли вообще В этом смысл Я бы Сейчас Если у вас возник вопрос Допустим Покупать Xbox 360 Или его восстанавливать Это значит Покупать геймпады Покупать жесткий диск Скорее всего Потому что Ну это тоже проблема Прошивать его И стоит денег Как по мне Легче купить Xbox One Конечно Врубить обратно Совместимость И все будет четко Ну знаете Играя на 360 Я не знаю почему Но кажется Будто там Намного плавнее Чем на Хуане По обратно Совместимость Я понимаю Что на Хуане Такие игры Работают в 100 раз лучше Но Играя на таком Древнем телике Изображение все равно Окажется Качественнее И плавнее Вылизано То есть Вот Раньше Кстати Вот мы с тобой Как-то уже обсуждали Этот вопрос На предыдущем поколении Все игры Просто Практически Все игры Вылизаны до идеала Большинство Да Никаких лагов Ни багов Ничего То есть У производителя Или у разработчика Был интерес в том Чтобы вот Просто запилить игру И с ней никаких бы Не было проблем А сейчас Просто Есть облачное Там Сохранение Обновление Когда ты купил игру И она потом уже Обновляется 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 И так вот Каждый раз за разом Да Кстати Тоже не помню На Xbox 360 Чтобы какую-то игру Допиливали Обновлениями Какими-то Я не знаю Штуками Которые что-то Исправляли Вот просто игра Есть Сумма Диск Все Она работает Без каких-либо проблем Единственное Я помню Что игры Иногда зависали Но это все Зависит от дисков Особенно от пиратских Якобы ты играешь И на каком-то моменте Игра у тебя крашится Все И ты дальше Этот момент не пройдешь Поскольку диск поцарап Вот кстати говоря Indian Jones диск Лицензионный Лицензионный Да Вообще никаких проблем Ни там Багов Ни лагов Шрифты Катсцены Вообще все четко То есть Клево Кстати единственный Вообще Какой-то Непонятный момент Что данные игры Были в комплекте Со второй консолей Именно с Xbox 360 Elite Суть в том Что в принципе Эти два диска Должны быть Одного региона Но Прикол в том Что да Indian Jones у нас Запустился А Kung Fu Panda У нас не запустился Из-за того Что якобы Там не совпадает Регион с консолью Это Это Хотя в принципе Комплект игр Был одинаковый И он должен в принципе Запускать И то и то Ну Каков вердикт Xbox 360 Это реально клево Это Тем более клево Когда он просто Восемь лет Пережил Ошибку Е73 И После Вообще Легчайших Манипуляций Он запустился Кстати А как ты его Все таки Чинил Ну просто Расскажу Предысторию Давно хотел Себе купить Консоль Но не знал Вообще Какую взять И Как бы Просто мы с Максимом Вели этот разговор Очень давно То что У него был какой-то 360 И он сломался Да То есть у него был Элит В то время Элит Консоль И Когда Давнишний Давнишний Xbox Где-то там Валялся Я уже ему Восстанавливал PlayStation 2 Просто вот Чудом То есть я Сказал ему Давай попробуем Просто давай запустим Тык Запустил Он вообще не ожидал Типа просто Давай вот этот диск Все запустился Давай вот этот Он вообще охерел Он потом не хотел Мне ее отдавать Чтобы поиграть Ну так вот Я взял эту консоль И Я просто интересовался Ремонтом То есть мне было интересно Разбираться Во всяких ошибках И так далее И я Взяв эту консоль Начал разбираться На англоязычных форумах Потому что В российском сегменте Вот подобных ошибок Типа Е73 Нету То есть Максимум что говорят Ну несите в сервис Вам ее там сделают Я Зашел на форум По-моему Вообще там Чуть ли не первая ссылка Е73 И там Пути решения Этой проблемы Там была ссылка На ютуб канал Просмотров Наверное Там даже Сто тысячи нету Рецепт Предельно простой Вы просто Переворачиваете Консоль Скажем так Задом к себе И там Да Даже сейчас покажу Наверное Ну покажу Да В общем Вот здесь Находится Кулер Для охлаждения Нужно взять Две зубочистки И В места Где они Крутятся То есть Заблокировать им Ход Для того Чтобы Консоль Капец как Нагрелась И Тем самым Спаялись Скажем так Отпаянные дорожки Такое бывает Бывает от чего Ну там Уронили Пнули Там Само по себе Перегрелось Вообще Скажется он перегрелся Поскольку Можно И После того Когда вы вставили Зубочистки сюда Вставить можно Примерно посередине То есть Допустим Где-то Шестой По счету С конца То есть С этого края И Примерно Там Двенадцатый Может быть Тринадцатый С этого края Короче Вот в эти две точки Тупо вставить Зубочистки Да И накрыть его Чем-то Например Одеялом Или полотенцем Он выключится сам То есть Он не будет греться До бесконечности Он Выключится сам Уйдет в защиту После этого Нужно дать ему Время отдохнуть То есть Тупо Создать перенагрев Консоли Да Создать искусственный Перенагрев Ровно до того момента Пока она не выключится Самостоятельно После этого Ее просто нужно Убрать полотенце Или там Идеяло Убрать зубочистки И просто подождать Пока она полностью Охладится Ну примерно Минут 15 После этих Манипуляций Я ее включил Но опять же У меня не было Возможности ее проверить И она работала То есть Вместо трех колец Загорелось зеленое кольцо То что все Поздравляем Она работает Вот Это опять же Это только для Е73 Это проблема С видеочипом Я не знаю Как с остальными Ошибками Да То есть Там Есть еще какая-то Ошибка Тоже 3 кольца Но она Типа У меня даже на элитке Была Я тут перезагружал Xbox И она пропадала Возможно Есть еще какие-то Там 53 Или что-то Короче на самом деле Спектр ошибок Очень большой Ну да На самом деле Да Ошибок очень много Особенно в первых Ревизиях И еще такой совет Не берите первую ревизию Как бы Зачем Вряд ли они ее найдут Да И вряд ли вы найдете Но Типа Если уже Прямо Капец Как вы хотите Xbox 360 Ну уж возьмите Тогда последний верш Там Элит В принципе За За Чирик Есть еще Знаешь Типа Новые консоли Они типа Более Такие Знаешь Космические Я не помню Как ее называть Элит С Вроде как-то Так Есть еще Под косом Под Да Я понял В общем Короче Чтобы починить Ошибку E73 Вам тупо Нужно создать Искусственный Нагрев Или нагрев Консоли И возможно Что ошибка Исчезнет Опять же У Илюхи Это получилось Как вы видели Xbox 360 Он работал И работает Офигенно Кстати Скажу Такое замечание На форуме Точнее В комментарии Под видео Было указано Что Точнее В описании Под видео Было указано Что такой Вариант Срабатывает Ну где-то 8 из 10 Случаев То есть Смысл в том Что Как бы Именно На этой Версии Консоли Именно Вот эта Ошибка Связана С самим Чипом То есть То что Он очень Слабо Припаян Ну бывает Такое Что даже Это не Помогает И уже Скорее всего Там просто Убиты Видеочип Когда я Звонил Насчет того Чтобы узнать Во сколько Встанет Ремонт Мне насчитали По-моему 8 тысяч То есть Че Да Серьезно Ну я понимаю Это С учетом А Я еще Забыл сказать Что я В эту Сон Еще Посчитал Жесткий диск С Алиэкспресс И Геймпад 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 По-моему Тысячу рублей Находил Может полторы Там у того же Ремонтника Плюс Сам ремонт Консоли То есть Там вообще Типа Сам чип Работа И плюс Еще Типа Если уж Сверху Будете брать Прошивку То вам Типа Скидка Будет А по факту Он обернул Его в одеяло Я не удивился Если бы оно Так и было На самом деле Но кстати Говорят Тот чувак Он Ну как бы Снимает видосы Ну да И ответственно На сегодня Ребят У нас все Большое спасибо Что посмотрели Я надеюсь Вам понравилось Это видео Мы с Илюхой Постарались Если это действительно Так Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Может быть Илюх тоже Заведет Скорый канал Будет тоже Рассказывать Своё мнение О каких-нибудь Там Я не знаю Играх Тоже Тоже возможно Купит Иксбокс Будет вместе Не возможно Точно Но Когда именно Тут уже Зависит От Моих возможностей От моего времени Спасибо Макс Короче Ребят Ещё раз Большое спасибо У нас просмотр И до новых встреч Ребят Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова